Настоящими ценностями являются человек, его личностные ресурсы, базовые потребности и творческий созидательный труд. Человеку и обществу необходимо постоянное развитие. Для этого существует разделение труда и обмен ресурсами. Кроме того, существует работа, как некоторая общественная нагрузка. Необходимо постоянное пополнение продуктов и создание новых. В этой системе деньги всего лишь учетная единица, служащая для удобства обмена. Человек сам определяет правила организации труда и обмена по совести и справедливости. Но это еще не все. В современной системе общества есть такие элементы, как государство и банк. Государство претендует на управление системой общества, контроль над исполнением предписанных правил и организацию защиты систем. Банк претендует на установление и производство учетной единицы, организацию выдачи денег в систему общества. Безусловно, государство и банк приносят обществу свою ценность и пользу. Но все же человек потерял свободу управления своим трудом. Потерял свободу управления своей жизнью. Это повлияло на развитие человека и общества в целом. Государство облагает налогами производственные компании и самого человека. При этом снижается уровень оплаты труда человека и его покупательная способность. Уменьшение количества товаров, необходимых человеку, приводит к перераспределению приоритета потребностей. Налогами облагается и магазин. Издержки складываются со снижением спроса. Магазин, чтобы выжить, вынужден поднимать цены. Покупательная способность человека снижается еще больше. Еще меньше товаров он может приобрести. Чтобы восстановить уровень реализации базовых потребностей, человек вынужден больше затрачивать ресурсов на работу. Банк, как единственный поставщик денег, устанавливает процентную ставку. Ее выплачивают все участники системы общества. Это вновь приводит к снижению покупательной способности. Человек вынужден затрачивать еще больше ресурсов на работу. При современных достижениях науки и техники возможно модернизировать производство и сбалансировать систему общества. Но все упирается в корысть и ложные ценности. Так происходит до тех пор, пока у человека не останется время только на выживание. Потенциал всех ресурсов ушел на совершение работы. При этом неудивительно, что продолжительность жизни составляет ниже 70 лет, а ее качество по здоровью оставляет желать лучшего. Жизнь и развитие человека и общества поддерживает производительный труд. Части общества, не занимающиеся производительным трудом, не участвуют в развитии, но при этом поглощают ресурсы. Пассивные социальные ниши, безусловно, нужны обществу. Это элемент многогранности и показатель развития. Но если они начинают определять правила организации общества, то превращаются в паразитические. Человек при этом уже не ценность. Он становится просто ресурсом. Продолжение следует...